Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня я хочу вам рассказать об одном мероприятии, которое мы посетили еще раз, еще аж в 2020 году. Итак, друзья, эта выставка у нас проходила в Польше, в городе Позин в 2020 году. Почему мы вообще про нее вспомнили? Потому что сейчас мы опять выдвигаемся в Польшу, опять на эту же выставку. Выставка международного уровня, где представлены все самые последние новинки по инструментам и по материалам. Короче, очень интересная. И мы снимаем эту роль для того, чтобы вы могли сравнить, что было и какие новинки в будущем у нас предоставятся на выставке. Опять же, мы этот материал для вас раз снимем. Поехали! Вот так вот сидел-сидел, блин, и в итоге вот сейчас на регистрации ищет свой билет. Вот это подход, я понимаю. Обокрали. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, первое, что нужно было нам сделать, это, естественно, оплатить вход на выставку. Иногда лучше это делать заранее и онлайн, тогда станет вам выставка намного дешевле. Позаботьтесь также о том, чтобы было вам где жить, потому что выставка проходит несколько дней, там 3-4 дня. Вот, соответственно, за день вы никогда все не посмотрите, никогда не узнаете о всех самых последних новинках. Итак, мы оплатили билет на выставку и пошли. А, кстати, сколько она обошлась-то? Блин, я уже не помню. А, я сейчас скажу сейчас, на данный момент где-то, наверное, 40 долларов. 40 долларов? Да. Гуд. Итак, друзья, естественно, выставка очень большая и у нас не было времени оснять для вас полноценно большой материал, поэтому мы для себя выделим пару ключевых моментов, про которые вам и расскажем. Еще раз повторюсь, что на данной выставке представлены все самые большие, ну, самые последние новинки, как бы, да, то есть все производители стараются показать все самое крутое, что у них есть, чего они достигли, какого прогресса. И хочу вам сказать, что я был в некоторых моментах очень удивлен, потому что я до этой выставки даже не знал, что в мире существуют на самом деле такие технологии. Конечно, выставка очень, так сказать, разнообразная. Есть много различных решений в строительной отрасли, отделочной. Короче, все, что связано со стройкой, все здесь. Естественно, мы занимаемся ремонтами, и первое, что для меня было интересно, это как наши ремонты улучшить, как их сделать качественнее. Соответственно, я смотрел в сторону механизации. И первое, на что я обратил внимание на выставке, это на компанию Грако, потому что мы с ней работаем, и у них очень классное, красочное шпаклёвочное оборудование. Естественно, смотрел в первую очередь его. На данной выставке каждый производитель подходит основательно к своей скомтакт-зоне, и любым инструментом вы можете пользоваться. То есть прийти, попробовать, как это работает. А компания Грако даже заморочилась, и она сделала такое мини-обучение с помощью очков виртуальной реальности. То есть одеваете очки, берете в руки окрасочный пистолет, и тем самым, якобы, пробуете красить. И в виртуальных реальностях вы видите, как меняются у вас стены, как работает якобы аппарат. Вот, тем самым понимаете, нужно вам это покупать, либо не нужно. Также один из разделов, который меня интересовал, это было шлифование. То есть я рассмотрел шлифовальные машины, потому что у нас очень много в ремонтах идет демонтажа старого жилого фонда, где нужно снимать различные краски и так далее. И поэтому инструмент должен быть качественным, должен вынослим быть, работать. Соответственно, я узнавал, какие у нас есть шлифовальные машины у производителя, и что они вообще могут. На выставке представлены различные расходные материалы. По обработке вот видим камня, шлифовки его. Вот сразу пример показывают на шкакуальной машине. Шлифовки его. Также на выставке получилось нам встретить русскоговорящего консультанта, который помог нам разобраться в освещении и подчеркнуть его достоинства, и рассказать о новинках, которые они представляют на данной выставке. Кстати, было интересно. Мы используем букс алюминиевый, глубиной 80 мм. Вставляем сюда фили, в зависимости от проекта и от цвета, который хочет получить клиент. Например, чаще всего очень популярны 4 тысячи кермина. Вставляем кориксы троечки. Там широкий угол 160 градусов, то есть это очень классно засвечивает. Даем белое полотно, и получается плюс-минус. Вот такой вот результат, что у нас идет лицо, сделанное из текстиля. Вот таким вот силиконовым концом. Мы его впинаем вот здесь вот. Ага, в профиль. Да, да, совершенно верно. Натягиваем его. То есть, грубо говоря, как и натяжной потолок. Совершенно верно. Ну, так и всем это можно играть. То есть, допустим, ставить цифровые модули. Да. Модуль RGB, чтобы было вот такого вот эффекта, как сверху. Да, да, да. Хорошо. Но на Европе нету почему нету именно этого продукта. Тут будет два момента, которые вы точно не найдете ни в одном похожем. То, что все, что с левой стороны будут, да, которые сейчас вы снимаете, там нет никакой зоны резки. Также для нас было очень интересно познакомиться с производителями различных малярных, скажем так, инструментов, которые помогают нам в покраске. Вот. И один из них был производитель малярных лент, различных клеящих материалов, с которыми мы попрещались, а узнали о его преимуществе, скажем так. Мы часто пользовались им, но такую широкую линейку увидел, опять же, только на выставке. Для тех, кто далек от стройки, вот он когда видит малярный скотч, он думает, что он весь одинаковый. Хотя, на самом деле, каждый малярный скотч, он предназначен для определенной цели. То есть, не зря производитель каждый малярный скотч выделяет определенным цветом. И даже сама бумага, она сделана из разного материала, потому что преследуют разные цели. Вот, допустим, у нас есть малярная лента для деликатных работ. То есть, что это говорит? Это когда мы окрашиваем помещение, и нам нужно потом его оклеить. То есть, малярка не очень сильно приклеивается к основанию. И когда вы его отклеиваете, то у малярки есть, с обратно стороны, клейковина такая, да, то есть, клеящий материал. Он не остается на поверхности. То есть, соответственно, вам не нужно потом его чистить, мыть и так далее. То есть, вот очень много различных малярных скотчей. Так что, в этом нужно разбираться и понимать. Вот эти вот валики, которые крутятся по диагонали, как угодно. То есть, мы можем сразу ими красить. И вот различные решения от Budolphin. Вот такие, которые вот гнутся, видите. То есть, им можно залезть в неудобные места. И вот он гнется у нас. Ага. И видите, вот он поворачивает, и валик за ним сразу идет, за рейки. Очень круто. Также на выставке было очень много дверных производителей, да. То есть, много там польских. И, наверное, не только были польские. Вот. И, на самом деле, тоже впечатлили у меня различные конструктивы дверей. То, что их, во-первых, очень большие вариации. А также новинки. То есть, там уже были представлены двери, которые были там. От отпечатка пальца открывали. С различными электронными замками. С устройствами видеозаписи. С открытием по телефону. Там различными подсветками. И различными отделочными материалами. То есть, там конкретно можно было подобрать себе двери по вашему желанию и кошельку. Вот. Компания предоставляет такое вот решение. Стеклянная дверь, фурнитура. И вот, если мы толкаем дверь, доводчик сам ее дальше, вот видите, доводит. Смотрите, уже готово решение от компании. Монтируется внутри стены на этапе проектирования такой вот металлический каркас. Вот. И вот там вот потом прячется у нас дверь. Это я с обратной стороны смотрю. И очень классно то, что вот если узкий швы... Ну, узкий у нас дверной проем. Вот. И мы двери задвинули. Для того, чтобы я потом назад отодвинуть, нажимаем вот эту вот кнопочку. Выпрыгает вот такая штука, за которой мы можем потом тянуть. Вот. Очень круто. Тут же сразу с подсветкой готово. И с различными замками для отпечатков пальцев. Вот как там. Много нестандартных решений, так сказать. Еще одно из направлений, которое очень понравилось на выставке, это различные помощники в, скажем так, переносе. То есть, вот есть компании, которые узконаправленные, которые заморачиваются на том, чтобы транспортировать как-то грузы. И вот одна из польской компаний представляла определенные новинки с этой выставки, которые помогают, допустим, вам нести, не знаю, там, диван. Вот вам надо в одиночку перенести диван. И вот вы на специальный такой инструмент грузите этот диван, да, там все продумано. И прямо до того, что на колесиках катите. И дальше, если перед вами какая-то преграда лестницы и так далее, то есть выдвигаются специальные ноги. И вы можете вместе с этим диваном спокойненько, тихонько сойти. И минимум усилий, которые вы прилагаете. То есть, от вас практически ничего не зависит. Все делает вот сама вот эта вот помощница. И там очень много вариаций по данным инструментам. Короче, немножко вот видео. Это так, что мы делаем индивидуальнее, так? Но например, таким, наверное, нашим нашим клиентом, есть надея эксперт, которые мы используем 130. То есть достаточно 4 класки. Лесенка. Музыка. 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 И так, друзья, что больше всего впечатлило меня на данной выставке, так это одна из компаний представила свою последнюю новинку, разработку. Робот, либо искусственный интеллект, который самостоятельно мог монтировать различные конструкции. То есть в данном случае у нас представлено то, как он сам монтирует листы гипсокартона. То есть в скором времени, наверное, уже и в строительной отрасли люди уже будут не нужны, а нужны будут всего лишь операторы, которые будут следить за тем, как роботы будут заниматься ремонтом или постройкой вашего дома. Музыка. 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 Отмерил там, что надо ему там. Музыка. Вот. отвалилась астана этот поедет единственный правда момент правда момент по этому роботу это то что конечно же стоит он очень дорого и не каждый скорее всего сможет себе это дело позволить даже наверное крупные строительные компании итак друзья на этом у нас все и получился вас небольшой такой короткий надеюсь в целом информативный какой-то ролик до подписывайтесь на нас мы сейчас уже в 24 году буквально через недельку выдвигаемся на опять же такую же выставку и уже более качественно сим для вас материал так что у вас будет что сравнить и узнать о самых последних новинках строительной индустрии с вами был гарант ремонт с вами был как всегда андрей ласкович компания гарант ремонт до новых встреч